Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня начальник дня из Санкт-Петербурга. Да у нас какого начальника, не посмотри, все из Санкт-Петербурга. Вадим Бабенко. Вадим, приветствуем вас. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, коллеги. Вадим, что интересного на рынке? Чем можно поторговать сегодня? Я думаю, что рынки сейчас замерли в ожидании итогов встречи Трампа с Санкт-Петербургом на саммите G20. Поэтому я думаю, что основное движение, наверное, начнется в понедельник. Но сегодня с утра тоже жизнь есть. И мы посмотрим, что нам принесло начало сегодняшнего дня. Начинаю демонстрацию рабочего стола. Да, давайте посмотрим. Видим хорошо. Начнем с индекса доллара. Как мы видим, на 9.00 мы видим локальное ослабление на начало дня, видим локальное ослабление доллара. Доллар, значит, индекс доллара двигается вниз, нарисовал нисходящий канал и движется к нижней границе канала, вот к этой опорной линии поддержки. Теперь рассмотрим, как это ослабление доллара отразилось на движении основных валютных пар. Начинаем по традиции с евро-доллара. Недельный график. Евро движется, нарисовало на недельном графике некоторый восходящий канал и движется в нем. Сейчас мы видим на дневном графике, более подробную эту картину. Вот этот восходящий канал. Евро, как бы, попыталось его пробить, но неудачно. И сейчас делает вторую попытку возвращения. То есть мы видим укрепление евро, и это, как бы, мы наблюдаем, как бы, по ослаблению индекса доллара, мы видим и укрепление евро. Но я думаю, что целью сейчас евро является верхняя граница канала. Не думаю, что за сегодня будет пробита, так сказать, важная опорная линия сопротивления на 14.50. Думаю, что действительно евро остановится где-то в районе вот этой верхней границы восходящего канала. И дальше мы будем ждать понедельника. Но сейчас в 12 часов выходит статистика по евро, по индексу потребительских цен, которая может, там не ожидается ничего какого-то. Но если там цифры будут отличаться от ожидаемых, то тогда, как бы, можно, возможно, некоторое движение евро. Фунт. По фунту недельный график мы видим, что фунт движется в нисходящем канале, сделал возвращение в этот нисходящий канал и сейчас застрял. Ну и у него такие непонятные движения, которые, как бы, пока не определяют направление его движения. Ждем статистику в 11.30 по ВВП Великобритании и там дальше, возможно, какие-то появятся другие импульсы для движения фунта. Смотрим франк. По франку на недельном графике мы видим, что франк движется в нисходящем канале, пробил его, сейчас вернулся на нижнюю границу, не сумел пробить вот эту важную линию 97.18 и сейчас находится, ну, все равно находится в канале. Смотрим на дневном графике более подробно. Он сделал попытку возвращения в канал, то есть находится в коррекции после такого бодрого движения вниз. Посмотрим, что, как бы, будет. Ну, опять же, ждем понедельника, поскольку, как бы, результаты, там, скажем, переговоров и реакция рынков, может быть, с учетом того, что франк является валютой убежища, движение может быть совершенно, так сказать, непредсказуемым. Ну, с технической точки зрения, возможно, еще некоторая волна движения франка вверх, а потом он может сходить вниз. По франку все у меня. Иена. На недельном графике мы видим, что иена движется в нисходящем канале, причем находится сейчас в середине его, и на недельном канале не видно никакого разворота, пока иена движется, пара движется вниз. На дневном графике это видно чуть подробнее. Вот этот нисходящий канал, иена делает попытку возвращения из него, но пока неудачно, ведь канал, некоторый восходящий локальный канал, он пробился, и пара находится на нижней границе этого канала, что предполагает, возможно, дальнейшее движение пары вниз. По иене, все. Канадский доллар. Канадский доллар. На недельном графике, как мы видим, бодро движется вниз в нисходящем канале, пробил его. Смотрим, что у нас на дневном графике. Ну, мы видим, что он движется, так сказать, вплотную, концентрируется на нижней границе канала, что подразумевает, так сказать, возможность дальнейшего продолжения движения с прорывом этого канала и выходом за опорную линию поддержки 3067. Если вот этот прорыв случится, то тогда мы увидим такой большой сходящий канал. вниз, ну, как-то сопоставим чуть меньше, чем на сходящий канал вверх, в котором пара двигалась уверенно вверх, но теперь, если вот эта опорная линия поддержки 3067 будет преодолена, то тогда, возможно, мы увидим некоторую попытку разворота пара и дальнейшее движение пары вниз. Сейчас в 15.30 выйдут данные по ВВП Канады, и это может как-то повлиять на текущее состояние пары. Поэтому ждем 15.30, потому что движение канадской пары после выхода в ВВП бывает достаточно волатильным. Следующая пара – австралийский доллар. На недельном графике мы видим, что пара двигается в нисходящем канале, даже в нескольких там рассмотренных с различных точек зрения. Но сейчас она делает попытку выхода из текущего нисходящего канала. Посмотрим на дневном графике. Но по-прежнему там на недельном графике тенденция движения австралийского доллара вниз. На дневном графике мы видим, что пара вплотную подвинулась к отметке 70.20. Это граница, при пробитии которых как бы пара получает из коррекционного движения в этом нисходящем канале, приобретет импульсное движение с дальнейшими целями, которые обозначены вот этими опорными линиями сопротивления. Пока она не пробила 70.20, пара находится в коррекции, но движется достаточно, так сказать, интенсивно вверх. Но повторяю, что, скажем, то, что на недельном и дневном графике мы видим направление пары вниз, с учетом макроэнергомических данных, то, естественно, то пара может начать корректироваться вниз в любой момент. Ну и понятно, что результаты переговоров могут оказать существенное влияние на движение пары. Поэтому ждем сегодняшнее, завершение сегодняшнего дня, и понедельник мы можем увидеть, как встреча и ее интерпретация инвесторами повлияют на движение пары. новозеландский доллар. Мы видим, что на недельном графике новозеландский доллар движется в нисходящем канале, в большом и в текущем. Но сейчас движение пары нарисовало восходящий в канал, в котором пара движется с ускорением, что, в общем-то, подразумевает возможность некоторого возврата пары и дальнейшего укрепления. Опять же, ситуация такая же, как у австралийского доллара. Пара пока, там, скажем, недельная тенденция вниз, потому что пара, хотя и нарисовала разворотный канал, но движется внутри нисходящего канала по-прежнему. Поэтому на недельном графике тенденция пары вниз сохраняется. На дневном графике это видно более отчетливо, ведь пара вышла из восходящего, из границы восходящего канала и движется, преодолев вот эту опорную точку, движется в импульсе. Поэтому, насколько сегодня днем она далеко уйдет, это пока непонятно. Поэтому ждем понедельник, и там, возможно, начнется коррекция либо дальнейшее движение пары вверх. Теперь рассмотрим, что же у нас с золотом. В недельном графике мы видим, что тенденция восходящая, которая образовалась, сохраняется, пара двигается, и вот в этом огромном восходящем канале, который образовался после прорыва вот этой опорной точки сопротивления. Вадим, Вадим, я извинюсь, можно вас попросить остановить демонстрацию, запустить снова? Она у вас пока застряла. Буквально секунду назад. Ну, хорошо. Все, запускаем. Ну, и оценка золота. Да, да, все, хорошо, спасибо. На недельном графике мы видим пары, преодолев такую фундаментальную опорную линию сопротивления. Вот это нарисовало восходящий канал и движется сейчас в текущем также восходящем канале, который был пробит с ускорением. И теперь, как бы, все равно тенденция движения пары вверх сохраняется. Посмотрим на дневном графике. Это движение, как мы видим, после пробития вот этого текущего восходящего канала пара корректируется. Но сейчас она, как бы, после пробития этого локального восходящего канала, она вновь в нее вошла и находится в коррекции. Куда она пойдет дальше, неизвестно. Особенно с учетом того, что выйдут данные по... В понедельник будет оценка результатов и золото, как бы, может пойти в любую сторону. Поэтому ждать и, как бы, движение вверх или вниз, понятно, что достаточно сложно. У меня все на сегодняшний день. Так не видится начало текущего дня на сегодня. Хорошо. Спасибо большое вам, Вадим. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. И у меня вопрос. Вадим, сколько сделок у вас сейчас открыто? Как активно вы сегодня настроены на прейдинг? У меня открыто порядка 11 сделок. Они находятся в различной, так сказать, степени... Готовности. Готовности, да. Некоторые, как бы, находятся в текущей просадке. Вот. Некоторые там в плюсе. Вчера на движение вверх я закрыл австралийский доллар в плюсе. Хотя движение было продолжено, но с учетом недельной, как бы, и дневной, и, так сказать, тенденции движения австралийского доллара вниз, то есть я не стал рисковать. И поэтому в преддверии, так сказать, итога встречи я закрыл, ну, в нормальном плюсе ее закрыл и жду, как бы, теперь буду следить за... За тем, как она будет там двигаться, и думаю, что в коррекции посмотрю и войду в сделку еще. Если пара пройдет где-то до уровня 70-50, то тогда я думаю, что я открою ее вниз, может, даже чуть пораньше. Я понял вас. Ну, я так понимаю, что все вместе будем следить за новостями из Японии сегодня. Да, это, мне кажется, определит, может быть, и определит направление рынка. На понедельник, может быть, мы увидим гэпы. Поэтому будьте аккуратны сегодня. Ясненько. Поняли вас, Вадим? Спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по вопросу о текущих действиях на рынке. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо, Игорь. Всем коллегам удачного рабочего дня сегодня и прибыльных сделок сегодня и удачи завтра в понедельник при открытии рынка. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...